всем привет дамы и господа с вами снова александр и сегодня я вам расскажу о коляске от компании изи волкер вы наверняка знаете если смотрели на этот бренд мои обзоры я люблю этот бренд мне очень нравится их качество их подход их сборка она практически эталонная действительно очень качественно собирают коляски подгонка деталей в общем придраться не к чему поэтому я с удовольствием хочу рассказать о модель ки изи волкер чарли если правильно называть чарли комплектацию мы рассмотрим с вами два в одном соответственно начнем с вами изучать ее с люльки и потом перейдем к прогойчному блоку изучим раму давайте сверху вниз будем ее изучать по материалам сразу скажу изи волкер в любой модели очень хорошие качественные материалы они износостойкие тактильно приятные они натуральные гипоаллергенные поэтому к тканям у меня лично вопросов нет и еще что мне нравится они очень легко поддаются чистки щеточкой мылом под водой почистили и все никаких проблем так что касается козырька на козырьке у нас есть ручка транспортировочная в этой транспортировочной ручки нет никакого материала который закрывает она сквозная на самом деле ничего страшного в этом нет многие люди задают вопросу почему здесь не закрыто ну почему здесь не закрыто таким образом понимаете и не должно быть закрыто а если дождь идет вы соответственно используйте дождевик в остальном никаких вопросов нет козырек у нас большой вот эта часть дополнительная секция у нас убирается внутрь и достается вот от солнышка регулируется он тоже очень просто с помощью двух кнопочек складывается вот таким образом и все что у нас еще сзади на козырьке есть возможность вот так вот открывать дополнительно проветривать может быть побольше света чтобы у ребенка было вот как это выглядит можно закрыть кстати что касается размера размер действительно здесь очень хороший она большая зимой зимнего ребенка вы сюда спокойно уместите потому что она крупная и в комбинезончике естественно с меховым каким-нибудь конвертом сюда можно нормально уместиться вот такая вот накидочка с бортиком чтобы меньше задувало у нас тоже есть и вот матрасик у нас комплекте очень классный матрасик полностью дышащий по бокам здесь у нас он в отверстиях ведь чтобы гулял воздух и меньше приел ребеночек он толстенький этот матрас поэтому мягенько комфортно ребенку будет точно здесь обивка тоже очень тактильно приятные новорожденный ребенок будет если трогать будет получать удовольствие на самом деле ткань тактильно прям вот уютная такая мягкая приятного внутри поэтому тканью в люльке все хорошо собственно по люльке здесь особо много и не расскажешь типичная классическая люлька которая устроит 90 процентов людей так снимается она вот таким образом снизу у нас есть соответственно пластиковые ножки можно будет легко ее ставить чтобы поставить нужно будет снять вот эти вот адаптеры переходники так собственно давайте перейдем с вами изучать будем с вами прогулочный блок шоссе люльку уберу вот вот наш прогулочный блок сложенном виде он очень компактный потому что когда мы сложим раму и сложим прогулочный блок у нас две такие вот маленькие позиции получится ну раму вы сейчас увидите напомню блок реверсивный и по ходу и против хода можно устанавливать поэтому здесь никаких проблем нет снимается он очень просто здесь две стрелочки их нужно соединить в одну и потом поднимать наверх здесь нет какой-то отдельной просто кнопки нужно их просто состыковать друг другу и тогда вы попадете в нужное место чтобы она снималась так что касается прогулочного блока так опускаем козырек в нем тоже более чем большой тоже соответственно у нас возможностью проветривания закрывается вот здесь вот в этой части это дополнительная секция она просто может закрыться и все вот эта часть отдельно как тут не закрывается поэтому имейте в виду но размер для лета просто прекрасный козырек большой соответственно вот наше положение здесь по моему 175 градусов нет 170 градусов у нас лежа и 115 градусов у нас положение сидя не так завалена спинка назад поэтому в принципе к так и капитанская посадка вам тут обеспечена что касается безопасности классическая система пятиточечные ремни мягкие накладки везде бампер бампер сейчас посмотрим по моему он как калиточка откидывался да можно откинуть с металлическим креплением вот пожалуйста посадили ребенка и пристегнули обратно металлические крепления и самого бампера и в коляске вот эко-кожа у нас на ручках и на бампере обязательно подножечка у нас регулируется само собой поэтому все окей так давайте с вами посмотрим на раму на ручку ручка повторюсь она в к коже хват приятный про строчечка мягенькая все классно единственное вот было бы она потолще люблю когда ручки более толстые ну в принципе это мое личное так она естественно регулируется по высоте вот самая нижняя часть на для очень невысоких родителей коляска вообще идеально подойдет потому что она опускается прям самый самый низ из аксессуаров кстати есть еще я ссылку внизу добавлю адаптеры высоты с проставочки специальные ставятся и можно поднять люльку например повыше если она вам будет низко казаться штатно она вот такая как вы сейчас зато преимущество ребенок сам легко может взбираться и поднимать его с земли если сами сажайте нужно будет высоко очень напрягаться в этом все хорошо плане так что касается рамы храма повторюсь изи волкер очень качественно делает свои коляски рамы металлические подгонка деталей прекраснейшие люфты минимальные зазоры ничего не скрипит не стучит вот в этом плане вообще все прекрасно колеса у нас полиуретановые она очень легкая колясочка поэтому давайте сразу по весу она сама с люлькой 9 и 3 весит сиденье 87 ребенка на кстати 22 килограмма выдерживает достаточно прочная и ширина колесной базы у нас 51 сантиметр поэтому везде вы между любыми рядами любые двери лифты все вообще в лед залетите в общем подгонка здесь отлично колеса естественно блокируются чтобы не поворачивали для бездорожья козырю корзина здесь большая доступ прекрасный тут вопросов нет и мой любимый тормоз оба раза сверху нажимаем и соответственно не пачкаем и не корябаем обувь так давайте теперь посмотрим как здесь что нам нужно чтобы сложить точнее говоря как и складывать повторюсь соединяем две стрелочки друг дружки убираем все вот у нас прогулочный блок он очень тоненький маленький поэтому много места он у вас не займет и после чего нам нужно сложить раму чтобы она была компактнее ручку опускаем вниз можете не опускать но так она будет компактнее и тут спереди есть рычажочек с кнопкой все вот у нас она в сложенном виде как по мне из полноразмерных колясочек хорошего такого качества и с большой люлькой с большим сиденьем это самая маленькая рама когда у нас есть комплектация 2 в одном обычно это все покрупнее есть конечно колясочки и чуть меньше но это уже другая история совершенно поэтому из таких вот все сезонок но относительно конечно учитывайте размер колес вот сугробы снега этой колясочки преодолевать не очень легко но в целом на круглый год особенно если взять наши южные регионы черноморское побережье где нет вот таких вот снегов лютых там круглый год вы будете ездить просто прекрасно для путешествий кстати с новорожденным она подходит тоже хорошо потому что компактная маленькая аккуратная с большими большим козырьком и в прогулке и в люльке все хорошо сделано для тепла дышащее основание с отверстиями у нас соответственно сам матрасик в общем прекрасная колясочка как по мне еще на самом деле цена у нее но очень гуманная учитывая бренд качество ценник абсолютно адекватный внизу в описании напомню будет ссылочка на первую коляску first baggy магазин там вы все посмотрите я лишь но свое мнение уже сказал что мне нравится и для чего она хорошо подходит я лишь рекомендую обратить на нее внимание обязательно если что-то вот такое качественное и интересно ищите обязательно обратите на нее внимание это очень достойные коляски которых очень очень мало гарантийных обращений что немаловажно вы не окажетесь там где-то там со сломанной коляской как закон с ними все всегда хорошо но я лишь хочу пожелать вам сделать хороший грамотный выбор колясочки для вашего ребенка и всего доброго вам до свидания